внимание пожарная тревога они здесь решили меня забивать тема сегодняшнего урока нарушения правила маятника поехали собственно говоря все мы знаем что правило маятника это хорошо то что она помогает нам оставаться в груве она помогает нам играть ритмичнее за счет того что мы правой рукой постоянно просчитываем ту пульсацию в которой у нас сидит наша партия ну допустим самый тупой пример во вселенной к примеру я играю вот такую штуку то есть как видите аккорд у меня звучит не на каждую долю допустим если это 16 то у меня не всегда идет удар по этому аккорду правой рукой но тем не менее она постоянно вот так вот двигается перманентно и если отключить звук создается впечатление что я играю вот такую штуку а на самом деле даже если будет более какой-то интересный рисунок но как правило такие конкретно партии еще подчеркиваются различными интересными фишками в левой руке но мы сейчас не будем углубляться в фанк смысл и думаю вы поняли в металле наблюдается абсолютно то же самое берем какие-то ритмические рисунки чтобы я не играл у меня постоянно будет рука вот так вот просчитывать эту пульсацию здесь все понятно я думаю все вы знакомы уже с этим явлением но фишка в том что бывают ситуации когда правило маятника не очень удобно и даже интуитивно хочется сыграть каким-то более удобным способом и как раз для проработки таких случаев я в своей учебной программе разработал несколько рифов начиная от простого к более сложным вариантом которые полностью позволят вам проработать эту тему и вот как раз таки первый рифак из цикла вот этих вот синкопированных рифов с нарушением правила маятника мы сегодня разберем давайте посмотрим как он выглядит и как он звучит в исполнении моего студента после чего я сделаю подробный разбор и объясню что там происходит поехали еще раз сам рифа и фишка здесь заключается в том что этот риф является самым что ни на есть базовым примером того как правило маятника работает далеко не всегда а точнее она уже не работает как только вы начинаете играть что-то не квадратное под квадратностью я подразумеваю использование постоянных таких патчик из нот выраженных в четном количестве допустим вот здесь в начале в первой фразе у нас прекрасно имеет право на существование правило маятника потому что мы играем квадратную партию которая состоит всегда из четного количества нот а в своих фрагментах выглядит следующим образом то есть играем раз два раз два раз два раз два крайне удобно вот эти пул оффы которые играют чисто левой рукой просчитывать правой рукой абстроками для того чтобы в правой руке сохранить вот эту пульсацию переменную штрихом очень удобно соответственно это работает но как только мы добираемся до ближайшей концовки все это правило маятника полностью сыпется потому что здесь у нас уже наблюдается некое синкопирование за счет того что у нас вот в этом конкретном моменте вот здесь уже играется не два ноля а один и это уже полностью меняет и переворачивает всю картину соответственно если я буду вот эту партию пытаться играть соблюдая правила маятника у меня возникнут проблемы сейчас покажу в чем они выражаются первый кусочек играется еще по правилу маятника потому что здесь раз два раз два все хорошо а вот потом уже идет один ноль вместо двух я играю его вниз дальше если я буду играть по правилу маятника у меня открытая нота будет абстрок дальше идет хаммер который мне нужно прочитать вниз и после этого я вылетаю на следующий заглушенный ноль абстроком а это лютая подстава и это не очень удобно на самом деле на практике еще раз просчитал абстрок, потом вниз, вверх хаммер, но это дичь какая-то поэтому я рекомендую здесь использовать вот такую технику она также круто работает во всех вот таких вот подобных партиях и соответственно в чем она заключается а в том что не нужно просчитывать нужно просто вверх, ударили, вниз, вверх, ударили, это очень удобно можно играть прям целые такие партии крайне удобная хрень что я здесь и делаю в данном случае просчитывать просто не нужно еще раз просчитали потому что квадратная партия вниз, вверх, пробили, вниз, вверх пробили можно так вот отдельно попрорабатывать соответственно я на самом деле все равно просчитываю я делаю вот такое вот двойное движение вверх сейчас покажу как это выглядит видите но я это делаю на автомате мой организм как бы сам все равно один хрен пытается как-то обозначить что нужно правой руке показать что здесь идет эта нота но специально это делать не нужно можете просто не просчитывать как вам удобнее я думаю смысл предельно понятен во всех подобных партиях я рекомендую использовать вот такую технику ну а что касается полноценного разбора этого рифака со всеми техническими нюансами и прочей фигней то полную версию этого видео вы сможете найти на моем бусте по ссылке в описании под этим видео также там будет представлена минусовка табулатуры и все прочие ништяки которые доступны подписчикам на бусте до скорых встреч